Салам алейкум! В одной из передач вы приводили хадис из Бухарии о начале пророческой миссии, о том, что пророк сомневался и в конце истории хотел покончить жизнь самоубийством. Сунниты, салафиты, просмотрев это видео, дали свой комментарий. Эта история на самом деле есть в Бухарии, и все хадисы достоверны. То есть это комментарий суннитов, салафитов. История эта передается у Таиши. Далее хадис обрывается и передаются слова имама Зухри. То есть ту часть, где говорится о самоубийстве, передает имам Зухри с чьих-то слов. Именно эта часть всей этой истории не относится к самому хадису, а является ривоятом. То есть по словам суннитов, хадис сам достоверен, но именно эта часть про самоубийство со слов имама Зухри недостоверна. У меня возникает вопрос, тогда почему Бухари внес этот ривоят в свою книгу? Для чего? Пожалуйста, можете дать полный комментарий. Спасибо заранее, да возгласит вам Аллах. Ну, во-первых, начнем, то есть о чем говорит брат? Говорит о том, что та история Иссахиха Аль-Бухари относительно того, что посланник Аллаха, салал Аллаху Али-Альфа, впал в депрессию и хотел жизнь покончить самоубийством, что этот хадис, да, достоверный, но в конце истории именно про суицид, попытка суицида, не является достоверной, ибо это не слова Аиши, а слова имама Зухри. Ну, начнем с того, что для этого, для утверждения абсолютно никаких оснований нет. Вот с чего кто-то взял, что этот хадис обрывается, что это не слова Аиши, а слова Зухри, имама Зухри. Вот на каком основании? Какие основания для этого существуют? Никаких абсолютно. Это просто откуда-то они вот это слово выдумали. Почему? Потому что, ну, хадис цельный, передается, нет никаких намеков или указаний на то, что кто-то что-то сказал там от себя. Нет никаких намеков, нет никаких утверждений. Это во-первых. Во-вторых, никто не утверждал, что это достоверная история, чтобы нам кто-то доказывал, что эта история недостоверна. Мы не говорим, что эта история достоверна, мы говорим о том, что это клевета на его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху али-и-всалям, клевета, которая содержится в Бухаре. Именно поэтому брат совершенно, или сестра совершенно справедливо возмущается, если это слова имама Зухри, если это недостоверно, почему же Бухарь привел эту часть истории в своей книге «Сахих Бухарьи». Ибо, согласно убеждениям Бухарьи, все, что в этой книге содержится, является достоверным. Поэтому, если Бухарь привел, значит, он эту часть истории считал достоверной. Поэтому все эти оправдания, они совершенно нелепые. Тем более, с учетом того, что мы не доказываем, что эта история достоверна. Это клевета на посланник Аллаха, клевета Бухарьи, в «Сахихе Бухарьи». Бухарь, который считается самим Бухари достоверной, и всем суннистским миром считается достоверной книгой. Бухарь, который считается самим Бухарьи,